Кали-кали! Ах, если беды, несущие неблагое, становятся подобными огромной горе, а мрак в сердце усиливается, подобно тьме в чаще леса. Если правители наводят ужас, а целые народы бывают охвачены безумием, то тогда я ищу опоры лишь в прекрасном санскрите, который является наилучшим прибежищем в эпоху Кали-юги. Да, поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что мы все увидимся, если будем… Мы начинаем новый круг. Да, начинаем новый кружок, новый чатух-конам. Чатух-конам одновременно – это квадратура клуба и мандала, да, так стоит, и круг, и из четырех занятий круг. Мы не прекращаем, пока нас остается 15 человек хотя бы, то есть, соответственно, если не хотите и не планируете, предупреждайте, предупреждайте. Все, что угодно, значит, может случиться, но предупреждайте. Единственная просьба. Да, ну вот мысль была хорошая, которую Марцис Юрьевич высказал, что, может быть, да, какие-то вот напишите какие-то отзывы, может быть, лучше в телеграме, лучше всего, да. Да где угодно, просто, правда, мне бы хотелось, то есть, уже столько всего было между нами, что хотелось бы какой-нибудь взаимности, то есть, соответственно… Я надеюсь, что только хорошее было между нами. Нет, может быть, мы, конечно, я не знаю, у меня все время такое, боюсь, что как-то медленно, слишком мало материала, а может, по-оборот, кому-то кажется, что слишком… Мы очень быстро, слишком быстро идем, слишком быстро, по-моему. А для этого мы должны достаточно долго в этом вариться, что-то повторять снова, что-то пере-пере-пере… Санскрит, он, вкус приходит после того, как этим его распробуешь. Это не то, что вот просто водку взял, выпил, нет, это великолепный коньяк или виски, там, не знаю, 50-летней выдержки, страшно дорогой. Это вы как птичка чаток. Елена, как два предложения, это не будет зачтено, придется более развернуто, значит, высказать свою мысль. Она как благодарность принимается. Нет, нет, вы можете задавать вопросы по грамматике, по основной грамматике, потому что, я не знаю, наверное, не все, я так понял, что и закончили такой самый основной курс. А потом в основном курсе, конечно, не все нюансы, наверное, были с ясностью. В следующий раз получается абсолютный генитив тогда, да? Да, начнем с абсолютного генитива, и, может быть, вот эти вот формы на ктовату, да, вот это каталан, каталан, вот это вот, я их там дополню еще какими-нибудь примерами. Там немножко, да, дополню. Предложения остаются… Да. А предложения остаются те же самые, мы продолжаем их? Ну, я думаю, да, да, я думаю, да. Да, я просто их там, наверное, добавлю к следующему разу, ну, на всякий случай что-нибудь еще. Да, да, да. Есть ли какие-то пожелания, какие грамматические темы, вот то, что было запланировано, Эдгар Зигфридович хочет начать как бы казусы давать, то есть падежи. Есть ли какие-то пожелания до падежей, что, чего, о чем? В следующий раз будет абсолютный генитив. Будет абсолютный генитив и, наверное, вот эти ктовату. Да, 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 да. А потом, получается, у нас есть как бы вот возможность, чего бы хотелось там, не хватило парафразисов, хотелось бы больше депричастий и вот нехватка в организме чего, вот, например. Мне очень хочется падежи последовательно. Вот как у нас было с акузативом, так же все остальные. Да, да, я так и планировал, примерно, да. Я думаю, первонаперво пройдем основные все функции, ну, может быть, там что-то выпустим, ну, вот основные такие все фундаментальные функции падежей, а там дальше видно. Да, абсолютив интересует. Да, ну, абсолютив, абсолютивов, как видите, вот у нас здесь, в принципе, достаточно, да. Да. Ну, может быть, что-нибудь еще. А, ну, есть еще абсолютив на Ам, конечно, еще, о котором мы вообще не говорили. Ну, такое очень редко встречается, но, в принципе, есть. Мне еще очень хочется понять про про йоги разные. Вот у нас было немножко в первом. Да, сакармака, да, бхаве про йога, да, кармани про йога, картери про йога, бхаве. А, кстати, может, через там три-четыре раза дойти бы до этого, может, там, переходности, не переходности. Ну, это на самом деле, в общем-то, мы тем же, вот всем этим занимались, то есть мы каждый раз эту про йогу не называли, потому что бхаве про йога – это рамейна тиштаты, да. Рамей стоит, то есть рама стоит, это такая вот абстрактная или безличная, скорее, да, безличная форма, да, бхаве про йога. Кармани про йога, да, это про йога узус относительно кармана, прямого дополнения, это, собственно говоря, это то, что называется пассивными конструкциями. Активные конструкции – это карта и про йога, да, ну, две кармака – это, опять же, там будет два, двойной, обычно двойной аккузатив, это, где два объекта, да, у глаголов определенного рода, да, определенных глаголов может быть два объекта. Из земли выдаивать драгоценности, да, дхенум ратнани, дхенум дудухух раджанах, да, да, то есть, в общем-то, об этом мы говорили, но, может быть, тогда, читая наши конкретные… Совсем неожиданные, вот неожиданные примеры были, и хотелось бы больше таких неожиданных примеров. Да, ну, я, может быть, да, я покопаюсь в грамматических комментариях, такие, да, какие-нибудь такие, что называется, да, сбивающие немножко с толку примеры. Хорошо, это мне надо будет в плане не посмотреть, там какие-то, и надо будет это приурочить, ну, как-то я подумаю, как это лучше сделать, да. Так будем исходить из того, что в основном вот пока из грамматической части или на грамматической части нашего занятия, наших занятий пока что будем говорить о разных падежах, ну, а там потом, пожалуйста, грамматика, там очень много нюансов, да. Я надеюсь, что Эдгар Зикаревич с падежами все-таки откроет Шерцли, и, соответственно, падежи иногда хотя бы будут пересекаться с тем, что дает Шерцли. Ну, я посмотрю, что там, Шерцли, да, мне надо посмотреть саму книгу, как он это объясняет. Я в основном исхожу из, да. А можно добавить просто небольшое слово? Вот. Я хотел сказать просто, что, значит, эти все темы, да, падежи особенно, даже если мы сейчас как бы все это досконально выучим, все как бы запишем, распишем, все равно это понимание будет приходить очень постепенно, то есть мы начнем это чувствовать очень-очень, ну, нужно время, нужно время, нужно практическое, то есть чтение. Тогда как бы мы действительно это поймем. Да, 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 нужно, да, совершенно верно, спасибо, очень дельное замечание Тарас сделал, да, потому что, ну, мы можем, вот мы слышали что-то, ну, надо просто как можно больше читать, читать, читать и читать. Постепенно, я думаю, что мы, конечно, перейдем от хитопадеши, ну, переходить от хитопадеши к каким-то более сложным текстам имеет смысл, когда вот хитопадеши будет вот так вот сходу будет читаться, да, там не будет путаницы в грамматических формах, синтаксических. Да, то есть я думаю, что особенно решить смысла нет, ну, санскейт это всегда такой long-time project, да, это надолго. Когда Тарас издаст комментарий к комментарии к комментарии к хитопадеши, тогда, собственно, мы будем готовы двинуться дальше. Да, да, можно, конечно, нет, можно, как со временем, конечно, может быть, какое-то введение в комментаторский санскейт можно будет попробовать на каком-нибудь попроще, на каком-нибудь примере. Шридгарасвами Бхагавадгита очень хороша для этого, я начинал с этого лично. Шридгарасвами? Шридгарасвами, Шридгариятика. Я не читал, нет, так подробнее. Вы слышали, да? Нет, я знаю, что есть такой комментарий, но я его не изучал. А, ну, он очень простой. Те вещи надо изучать, а не читать, да? Да, да, он очень простой читал. Бхагавадгита хороший, Бхагавадгита, конечно, хороший текст, потому что он очень важный, причем для всех важный. Ну, посмотрим, да. И, как знают некоторые, он не всегда очень простой. Вот, кажется, шлоки там вроде бы простые, не всегда там все так просто. Да, ну, с другой стороны, вот эти шлоки мы тоже должны еще научиться щелкать, да, из Хитопадеши, да. И они, это очень, в общем-то, такие красивые, полезные, такая жизненная мудрость, да. Всегда можно приехать в Индию, ну, когда можно будет ездить в Индию, и там что-нибудь такое цитировать. Такой человек будет, в мире будет иметь много чести, да. Это как тот, который на тянта санскрите и на его, на тянта лока бха шая, татха гоштишу катаян локе бхагумато бхаве. Это напишено в Маланаге в Ацьяене в Камы Сутре. Тот человек, который говорит не чрезмерно, не слишком много на санскрите, но и не слишком много на народном наречии. А вот где? Гоштишу катаян, то есть, говорящий так в собраниях ученых-мужей, он будет локе бхагумато бхавеет. Он будет многоуважаем, весьма уважаем в мире. Я записал критерий, когда шлоки будем щелкать, значит, раньше даже не бросите. Да, шлоки мы должны щелкать, да. Ну, нет, ну, помимо того, что, конечно, может быть, что-то нужно знать из контекста, да, щелкать. Или какие-то имена могут быть сложности, да. Да, контекст важен очень тоже, кстати. Если контекст не понимаешь, сложно очень бывает. Нет, иногда можно без контекста сразу же понять, а иногда трудновато, да. Да, 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 да. И, может быть, так, пока не только не научимся их понимать, но и самим писать их. Не хотите так? Ну, без претензий на высокую поэтичность, он просто шлоки составляет. На любую... Нет, я понимал, что это будет пятилетний курс, но я не предполагал, что он будет пятнадцатилетний. Пятилетний план у нас. Да, на ближайшую пятилетку. Но я думаю, что на ближайшую пятилетку нам хватит, да. Это очень сложно писать, даже шлоки на самом деле. Очень сложно. Да, я когда-то тоже так вот думал, да. Да, это какой-то должен диалектический скачок, но у меня он там после четверти века примерно наступит. Изучение санскрита. Поэтому, да, на самом деле это не так и просто, да. Чтобы правильно, чтобы упаковать все грамматически правильно, чтобы все в размер вошло. Хотя шлока он такой относительно, ну, такой полусвободный, да, размер. То есть есть какие-то вещи фиксированные, а какие-то слоги вот они должны иметь определенную структуру. Ну, и чтобы это было вот не перевод там с русского языка, а чтобы всякие санскрита язычные пандиты это сходу поняли. То есть, чтобы идиоматика была в должное. Да, на самом деле это не так и просто, вовсе не просто. А как это, каким образом достигается? Чтением, чтением и еще раз чтением. Много, да, читать, читать, читать. Причем самого разного и долго, да, как можно дольше. Ну, для санскритянина нужно жить лучше всего лет пятьсот, шестьсот, так оптимально. Потом уже, наверное, надоест все равно. Нет, вообще, на самом деле, оптимально это сто лет по маново дхарма-шасте. Как МНО, то есть, если много решать санхи, то проживешь как МНО, то есть сто лет. Это санхи. А если бы он не только зафиксировался на санхи, а вообще грамматикой бы занимался, то не факт, может быть, он и сто пятьдесят будет. Санскрит способствует долголетию. Ну, по крайней мере. Или к быстрой смерти, то есть, в смысле, вот, у нас половина санскритологов до пятидесяти не дотягивает, поэтому, смотря как пойдет. Смотря как дело пойдет, да, или, ну, это, да, да. Нет, это на самом деле дайвейна прабуна, сила, да, силу и судьбу, да, или, да, божественную мощь, да. Так что, что делаешь, что поделаешь? Это уж как будет, но это лалата лекитам. Яд лалата лекитам там марджитум как кшамах. Кто сможет это смыть, то, что дхатра, лалата лекитам, это страфа у Бхартыгар есть такая известная, да, из нити, то ли вайраги. Кто же сможет это? Ну, между прочим, сможет это, возможно, стереть то, что написано, то, что дхатра, то, что дхата, дхатр, да, то, что Господь, Создатель написал на челе, что может быть? Тапас, тапас, это стирает, да, если очень сильный тапас, а самым главным тапасом является санскрита севьякарана, является вообще санскрита адхитихи, изучение санскрита. Это тапасам тапах, это тапас из тапасов. А дхатам тапасам тапах, этот чатапасам тапах, надо будет с этим сочинить. Этот чатапасам тапах, да. Да, и, кстати говоря, сами пробуйте, пробуйте, вот я говорю сейчас серьезно, да, это все так были вроде бы как шуточки, но не смущайтесь пробовать простенько, ну, что-нибудь, вот, вот, парафразируйте на санскрите, насколько вы можете, насколько ваше знание вас позволяет, да, неважно, где-то, наверняка будете ошибаться, но это не так страшно, да, пробуйте, вот, пробуйте активно санскрит применять, маленькими какими-то фразочками переговариваться, да, это все очень, мне кажется, это очень вдохновительно. Это, конечно, санскрита, санскрита вявагарха, санскрита севьявагариком санскритом, да, практический санскрит, ну, в этом есть своя прелесть, хотя я, конечно, боюсь, что если миллионы, как пандиты, там, некоторые энтузиасты думают, что вот вся Индия должна заговорить на санскрите, я боюсь, что там за одно поколение санскрит опять превратится в какой-то новый прокрит, ну, или даже распадется опять на региональный, на целый ряд региональных прокритов, и история снова об Ову от Адама и Евы снова повторится. Ачария, у меня такое предложение было к Марсу Юрьевичу, чтобы сделать какую-то нам группу общения на санскрите, какие-то простые совершенно, вот, что-то такое, вот. Это вам надо какого-нибудь, вон, есть такой, это, Дейшантера, Враджейша есть, такие вот эти ребята, молодые студенты, их можно как-то вот выцепить из мук-хапустаки, из Фейсбука, вот, с ними. Ну, потому что, ну, я, например, ну, то есть, нет, я, конечно, когда оказываюсь среди пандитов, еще было, когда 10-11 лет назад, я там совершенно говорил часами на санскрите, ну, вот так вот, я не знаю, да, потому что это нужно, чтобы кто-то вот был какой-то совсем нейтив, чтобы где-то какие-то нюансы поправлял. Вот, ну, с другой стороны, пока ждать, пока мы будем говорить как нейтиве или писать как калейдас, ну, можно несколько сот лет, да, в ожидании привезти. Нет-нет, можно, ну, я думаю, это немножко сейчас выходит за пределами, за пределы нашего прагматики, скажем так, нашего курса, потому что для большинства, я думаю, вот, хорошо бы хотя бы вот эти все формы, морфологические и синтаксические структуры, вот, просто очень хорошо понимать, интерпретировать и переводить, да, а уж разговаривать на санскрите, это просто уже другая тема, может быть, для немножечко другой группы. Да, ну, в любом случае, я благодарен всем за интерес проявленный, да, надеюсь, что все-таки большинство из вас я увижу, а может быть, кого-то иного, новые какие-то лица увижу. В группе там что-то 70 человек, которые, вот, в изначале, или 70, или 80, извините, нет, родители звонят. Да, ну, вот на этом тогда позвольте еще раз, да, сказать спасибо за внимание и распрощаться до времени. Ну, и те, кто будет на следующей неделе, с кем мы увидимся, мы просто, я думаю, что примерно в этом же духе будем продолжать, да, пока до, ну, если не возникнет каких-нибудь еще более интересных или продуктивных идей, да, немножечко, полчаса грамматики, продолжение, да, поддержанная грамматика для начала и дальше чтение, да. Недостающие примеры я буду восполнять постоянно. Хорошо, тогда спасибо всем. У меня сейчас родители хотят ко сну отойти, уже надо им... Завершительного стиха не будет? Здравствуйте. А был завершительный стихок? Был? Стихок, да. А то уже было, хорошо. В яйогуру берей саму певихито гитаяха, гитаяха. Ну, давайте еще раз я его прочитаю. В яйогуру гире саму певихито гитаяха, тамас чахрдаева нас ягане ядхавардхитам, нрипая дибхаянка раджанападагатам урхатам, сасамскетам этахшрае тишаранам чакале кале кале. Ах, если беды несущие неблагое становятся подобными огромной горе, и мрак в сердце усиливается, подобно тьме в чаще леса, если правители наводят ужас, а целые народы бывают охвачены безумием, то тогда я ищу опоры лишь в прекрасном санскете, который является наилучшим прибежищем в эпоху кале. Как же иначе? Именно так и никак иначе. Поэтому гатчейма харанам. Большое спасибо. До встречи. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До встречи. Всего доброго. До свидания.